Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Подарок к Новому году. Глава региона Юрий Бездудный вручил ключи от квартир в новостройке на улице Октябрьский первым новоселом. Комплексное освоение территории там, где это возможно. На участке земли в лесозаводском микрорайоне планируется построить до 40 тысяч квадратных метров жилья. Северная транспортная компания будет возить пассажиров по новому расписанию и по новым тарифам. Увеличится стоимость проезда в новом году и в общественном транспорте. По данным портала stopcoronavirus.rf на территории региона выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки. В числе заболевших два жителя Наридмара и четверо жителей Красного. 16 человек выздоровело. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3313 человек. В регионе зарегистрировано 87 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 98 человек. Еще у шести пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находятся 104 человека. Из них стационарное лечение получают 23 человека, амбулаторное – 81. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 836 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим, систему QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. До наступления нового года остался один день. Во всех учреждениях отшумели детские утренники с вручением, подарков и представлениями. К сожалению, не все ребята смогли на них присутствовать. В детском отделении Нениской окружной больницы в последнюю неделю уходящего года проходили лечение 11 ребят. Поздравить которых накануне праздника отправился Дед Мороз с подарками. Компанию ему составил глава региона Юрий Бездудный. Снег идет. Скоро-скоро Новый год. Дед Мороз к нам придет. Всем подарки принесем. Айна Бабришова с удовольствием рассматривает подарок, который вместе с Дедом Морозом вручил ей губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный. На лечении в больнице на сегодняшний день находятся 11 детей. Эти ребята пропустили новогодние утренники в детских садах и школах. Праздничное настроение и небольшое представление с вручением подарков детям устроили в холле лечебного учреждения. К счастью, многие пациенты уже готовятся к выписке и встретят Новый год дома. Мы максимально постарались создать условия для детей, для вас, чтобы они, находясь на лечении, не чувствовали какой-то дисконфорции. Они не чувствуют. Но ребята веселые, рассказывают стихотворения, поют песенки. Ну то есть, в принципе, уже можно выписывать. Ну ладно, планируется. Также в этот день глава региона посетил Центр содействия семейного устройства «Наш дом». Ребята, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Ну и, конечно, Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Совершенно верно. И ваши желания мы сегодня будем исполнять. Воспитанники Центра совместно с воспитателями устроили новогоднее представление с участием сказочных героев. Третьеклассница Вика Хозяинова в этом году примерила роль кикиморы. Мы репетировали, мы пока что учили слова, а потом начали с движениями все делать. Новый год – любимый праздник для всех без исключения. Несмотря на возраст, всем хочется верить в чудеса. Вот и для Ивана Литкова этот праздник самый любимый. Мне очень нравятся вот эти все мероприятия. И новогодние, и даже весенние, ну все года мне нравятся. Особенно Новый год. Он праздничный, новогодний и очень позитивный. Когда тебе дают подарки, это очень хорошо. Вручением подарков и завершилось мероприятие. А помогали раздавать подарки Деду Морозу сами ребята вместе с главой региона. На сегодняшний день в центре содействия семейного устройства «Наш дом» находятся 40 детей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Поздравили медиков накануне Нового года волонтеры акции «Мы вместе» и партнеры проекта – окружные предприниматели. Пироги и торты вручили врачам и медсестрам скорой помощи окружной больницы и ковидного отделения. Подробности у Ольги Русул. Спасибо, что вам хватило сил в вашем великом труде. И хотим вам подарить небольшие подарки в виде пирог. Волонтеры всероссийского проекта «Мы вместе» с бизнесменами Нарьинмара с почетной миссией объезжают медицинских работников. Сначала поздравления коллектива скорой помощи, потом делегация направляется в главный корпус окружной больницы и в ковидное отделение. Будем стараться и охранять здоровье граждан в новогодние праздники. Спасибо вам. Партнеры проекта предприниматели всегда с желанием откликаются на такие акции. К слову, такое спасибо медикам. Волонтеры «Мы вместе» говорят уже второй год подряд. Как только слышим, клички дают. Бывает, что мы не сами инициаторы, но если попросят, мы всегда участвуем в благотворительных акциях и с удовольствием поддерживаем. И невозможно было остаться в стороне. Это просто и дата, и мы преисполнены действительно такой благодарностью огромной к этим людям. Эта всероссийская акция называется «Спасибо врачам». Волонтерский центр, а также бизнес-сообщество города Нарьинмара хочет поздравить врачей, уделить им минутку внимания, подарить новогодние подарки, но вообще сделать нашим врачам праздничное настроение в канун Нового года. Акция «Мы вместе» объединила страну в борьбе с ковидом. В рамках всероссийского проекта волонтеры оказывают помощь пожилым людям, медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Курс на комплексную застройку. В Нарьинмаре разрабатывают проект многоквартирного жилого дома в районе лесозавода, в который планируется переселить жителей из ветхого и аварийного фонда, детей-сирот и других социально нуждающихся категорий граждан. Подробности далее. Многие годы в Нарьинмаре практиковали точечную застройку. Теперь принцип будет иным – комплексное освоение территории там, где это возможно. На участке земли в лесозаводском микрорайоне, собственником которой является Ненецкая нефтяная компания, планируется построить до 40 тысяч квадратных метров жилья. «Договором предусмотрена в ближайшие три месяца разработка концепции застройки участка, выполнение инженерных изысканий и согласование технических условий с ресурсоснабжающими организациями. После чего приступим уже к полномасштабному проектированию с выходом на экспертизу где-то в сентябре следующего года». Для ускорения темпов строительства жилья все материалы для будущих домов планируются изготовить на СГК Заполярье, что повлечёт за собой увеличение количества рабочих мест на комбинате. Проектам жилых домов в комплексной застройке уделят особое внимание с учётом особенностей климата. «Мы хотим поднять уровень комфорта в этих домах. Проектировщикам дали техническое задание предусмотреть возможности индивидуальных тепловых пунктов в этом доме, что позволит в дальнейшем эксплуатацию снизить. Соответственно, возможно, если по проекту получится колясочный, потому что мы все знаем, соседи всегда ставят велосипеды, санки и прочее. Это будет отдельное помещение». Ориентировочные сроки начала строительства – конец 2022 года, начало 2023. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Подарок к Новому году. Глава региона Юрий Бездудный вручил ключи от квартир в новостройке на Октябрьской. Новосёлы, всего их 14, сразу же отправились осматривать квартиры. Далее все подробности. Момент для этих ребят исторический. Они впервые получают ключи от своих собственных квартир. Ольга Торопова этого момента ждала три года. У девушки недавно родилась дочка, а потому новая квартира сейчас очень кстати. «И наконец-то подарок такой на Новый год, чтобы получила квартиру. Теперь есть своё жилое помещение, можно пользоваться хоть как». «Придумала уже, как будешь обставлять?» «Ну да, придумала. То есть у нас уже есть мужем, мы уже придумали, как тут всё будет выставлять. Всё сделаем, всё подготовим. Надеюсь, что всё будет хорошо». В гости к Ольге заглянул губернатор НАУ Юрий Бездудный. Он также осмотрел несколько квартир новостройки на Октябрьской. «Эта программа у нас постоянно действующая. И в этом году мы тоже, сдавая дома, выделяли квартиры детям-сиротам. Хочу сказать, что дом этот довольно уютный. Мы посмотрели, какие замечательные квартиры». Всего квартиры получили 14 детей-сирот. Как заверил подрядчик, жильё качественное. Ещё и в центре города. «Квартиры достаточно просторные, кухни большие, компактные, достаточно большие. Ну и в каждой квартире стоит индивидуальный газовый котёл, где человек может отрегулировать подачу тепла в свою квартиру индивидуальную». 65-квартирный дом по улице Октябрьская введён в эксплуатацию. Остальные квартиры в новостройке предусмотрены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Илья Сахаров, Алина Вучийская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Новогодняя афиша. Совсем скоро мы встретим новый 2022 год. Впереди большие новогодние каникулы. Дом культуры посёлка Искателей «Созвездие» и Дворец культуры Арктика подготовили для жителей региона программу праздничных мероприятий. В Доме культуры посёлка Искателей череда новогодних мероприятий началась с конкурса «Снегурочек ручной работы». При входе в учреждение гостей встречают более 300 снежных красавиц. Мы предлагали нашим участникам пафтазировать на тему образа «Снегурочки». Предложили им три номинации – «Арт-снегурочка», «Эко-снегурочка» и «Снегурочка-ёлочная подделка». Главное праздничное событие, безусловно, это гуляние у главной ёлки посёлка в новогоднюю ночь. Мы подготовили обширную праздничную программу с очень интересным сюжетом, с любимыми новогодними хитами, которые исполнят наши артисты. Сюжет очень интересный. Мы сейчас живём в современном мире, в 2022 году. Вот и Деду Морозу нашему предлагают обновиться и заменить свой посох старый на новую умную колонку «Морозка». Посмотрим, что из этого выйдет 1 января в час ночи. На протяжении всех выходных дней жителям посёлка Искателей также не придётся скучать. Каждому найдётся занятие по душе в период новогодних каникул. Мы поздравляем всех девчонок и мальчишек с любимыми новогодними каникулами. И, конечно, в новогодние весёлые каникулы скучать нельзя. Поэтому приглашаем всех 4 и 6 января в 13 и 15 часов на новогоднее представление клуба «Созвездие посёлка Искателей». Удивительное приключение Снегурочки и Ивана Дурака захватывающим сюжетом гарантирует интересно и весело встретить Новый год. Дворец культуры Арктика также приглашает жителей и гостей на Ринмар провести новогоднюю ночь вместе у главной ёлки города. 1 января в час ночи мы выйдем перед зрителями на сцену на площади Мараций. Программа будет называться «С Новым годом на Ринмар». И, как всегда, зрителей ждут шоу-программа небольшая и выступления творческих коллективов, ну и, конечно, интерактив. Во время новогодних каникул в городе также пройдёт много мероприятий для наринмарцев всех возрастов. Мини-диско, который у нас состоится 3 января, также на площади Мараций в 12 часов. То есть маленьких зрителей будет ждать тоже небольшая шоу-программа, ростовые куклы, игры, хороводы, ну, всё, что мы так любим в Новый год. С 3 по 5 января состоится дебют творческого коллектива «Маленькая страна». Кукольный театр представит сказку о трёх поросятах. Перед спектаклем для самых маленьких зрителей будет играть ансамбль скрипачей «Шоколад». 4 и 5 января запланированы мастер-классы в выставочном зале по изготовлению новогодней игрушки. Они называются «Подарок для ёлочки». Попасть туда можно будет детям и взрослым, ну, детям от 7 лет. То есть нужно будет изготовить новогодний шарик. И билеты также продаются в кассах Дворца культуры и на новогодний, на кукольный театр и на мастер-класс можно будет уже приобретать. 5 января в 15 часов состоится отчётный концерт танцевального коллектива «Шоу Тайм». Коллектив отметил 10-летний юбилей. А 8 января в 16.00 на отчётном концерте на главной сцене Дворца культуры отпразднует своё 25-летие коллектив «Травушка». Катрин Тайбрея, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В праздничные дни Нового года в поликлиниках Наринмара и Центральной районной поликлиники Заполярного района будут вести приём участковые терапевты, педиатры и другие специалисты. О графике работы расскажем далее. В новогодние каникулы жители региона не останутся без медицинской помощи. Согласно утверждённому графику, обратиться к участковому терапевту или другому специалисту в Центральной районной поликлинике можно будет 3 и 6 января. Центральная поликлиника начинает свою работу с 9.00. Когда у нас откроется регистратура и начнутся приёмы таких специалистов, как педиатров, выйдут на работу терапевты, выйдет на работу хирург-травматолог, будет работать акушер-гинеколог, соответственно будет работать рентген-кабинет, будет работать лаборатория. При этом будет осуществляться обслуживание вызовов на дому. Вызвать врача можно, позвонив в регистратуру поликлиники. В населённых пунктах Заполярного района медики также выйдут на работу 3 и 6 января с 9 до 13 часов. В остальное время врача можно вызвать на дом. Что касается взрослой поликлиники Нарьенмара, то здесь приём будут вести участковый терапевт и травматолог. Ковидные бригады будут дежурить в прежнем режиме. Взрослая поликлиника в новогодние праздники будет работать 3, 6 и 8 января. Время работы будет с 9 до 13.00. Работать будет приём вести участковый терапевт и травматолог. Приём пациентов в детской поликлинике будет проводиться 3, 6 и 8 января. В эти дни будут принимать два участковых педиатра с 9 до 16 часов. Кроме того, в эти же даты ковидная бригада врачей будет осуществлять выезды к больным коронавирусам на дом для медицинского наблюдения. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Безопасный Новый год. На центральных площадях города и посёлка Искателей во время проведения праздничных мероприятий будет стоять патруль. Сотрудники полиции переведены на усиленный режим несения службы. Во время проведения массовых мероприятий организуются контрольно-пропускные пункты. Предусмотрено перекрытие дорожного движения тяжёлой техникой. Сотрудники полиции осуществляют дежурство и патрулирование улиц, площадей и мест с массовым пребыванием граждан. В места празднования запрещается проносить оружие, любые напитки в стеклянной таре и особенно проносить и распивать спиртные напитки. Распитие алкоголя в общественных местах влечёт за собой привлечение к административной ответственности. Полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть аккуратными при использовании пиротехнических изделий и быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции, либо звонить по телефону, который вы видите на своих экранах. В новогоднюю и рождественскую ночь между городом Наринмаром и посёлком Искателей будет курсировать общественный транспорт. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте Наринмарского автотранспортного предприятия и городской администрации. Наринмарское АТП подготовило расписание движения новогоднего автобуса на 1, 6 и 7 января 2022 года. Как сообщили на предприятии, с 31 декабря по 9 января автобусы будут курсировать по расписанию выходных дней. Кроме этого, АТП уведомляет пассажиров об изменении стоимости проезда. В соответствии с приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Ненецкого автономного округа, стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа общественным транспортом по маршрутам номер 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 411 и 413 без предоставления льгот в составе в 2022 году 42 рубля. Что касается оставленных новогодних подарков или вещей в муниципальных автобусах, то их можно будет забрать в диспетчерских службах АТП в посёлке Искателей, в морском порту и в центральной диспетчерской. С 10 января Северная транспортная компания будет возить пассажиров по новому расписанию и по новым тарифам. 31 декабря транспортное предприятие Заполярного района выполнит последние рейсы в выходящем 2021 году. Судно на воздушной подушке выполнит рейс по маршруту город Норинмар, деревня Каменка и до ближайшего к окружной столице населённого пункта в село Тельвиска. С 1 по 9 января экипажи судов будут отдыхать, как и большинство россиян. С 10 января Северная транспортная компания будет возить пассажиров по новому расписанию и по новым тарифам. Стоимость проезда на 2022 год по маршрутам муниципального предприятия Заполярного района утверждена приказом Управления по государственному регулированию тарифов и цен Ненецкого автономного округа. Билет из Норинмара в Тельвиску подорожал на 10 рублей и теперь будет стоить 200 рублей. Проезд по самому длинному маршруту город Норинмар-село Коткино подорожал на 160 рублей и будет стоить 4330 рублей. Информация о стоимости проезда и новом расписании движения пассажирских судов Северной транспортной компании размещена на официальном сайте Заполярного района и на сайте предприятия. В новом году с легким паром. Общественные бани в Норинмаре будут работать в новогодние каникулы. В какие именно дни и какие бани, расскажем далее. С 31 декабря с 14 часов будут работать все бани города. С 31 числа все бани работают в штатном режиме, с 1 по 3 выходные, 4 числа работает первая баня, третья и четвертая. 5 числа работает вторая и третья бани, 6 работает первая, вторая, четвертая, 7 во всех банях выходной и с 8 числа бани уже работают в рабочем режиме. Для посещения бани необходимо предварительно записаться по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Время сеансов в помывочных отделениях можно узнать на официальном сайте мэрии. Прачечная в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января работать не будет. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.